Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, мы продолжаем с вами Shadow Fight 3, мир Маркуса. И у нас сегодня безумная сложность, я себе устойчивости тут подбил. 81 тысяча у меня устойчивости есть. Итак, враждебная земля, подавленный убийца и опасный вампир. Тут у нас сложности с вами. Так, значит, что у меня происходит? Практически все сундуки, которые у меня были... Ну как все? Легендарные уж точно, у меня точно на это прохождение уйдут. У меня есть такое ощущение, что вообще все сундуки, которые у меня есть, они все уйдут. Вот. Устойчивости требуется безумно много для всего этого действия, для всего вообще этого мира. И давайте смотреть, что получится. Что у нас по марафонам? Значит, смотрите, августовский марафон, во-первых, начался сегодня 1 августа. Снимаю для тебя ролик 1 августа. И тут дается устойчивость за задания. А чтобы задания выполнять, нужно сундуки открыть, иначе задания не освободятся из них просто. Северный марафон остается 15 часов. Ну, на этот момент выхода ролика уже северного марафона не будет. Но в моем случае сейчас нужно пройти последний бой, 15-й, чтобы забрать последнюю карту, которая там нужна. Ну и, собственно, мир Маркуса остается 2 дня. Тут день и 22 часа, чтобы вот добить до конца. Это 4 боя оставшиеся. Как-то надо успеть сделать. И, собственно, поехали. Значит. Победи северных древаров. Ну, мы там прочитали про древаров, про то, что нас ждет. И сейчас мы будем с вами сражаться непосредственно с ними всеми. Итак. Очень классная локация. Налил себе сок. Буду вместе с вами проходить. Но нам еще диалог надо прочитать. Это Вир, ребята. Сейчас посмотрим, какой мы урон наносим в Санзигунь. Так. На все воли огня. Я согласен. Так. Урон мы не наносим совершенно никакой. Значит, нужно будет менять экипировку. Окей. Тогда чувак нас добивает сейчас. Мы читаем с тобой диалог. Так. Я не понял. В тело, пожалуйста. Огонь покарает Легион. Огонь покарает Легион. Вот так вот он говорит. Вот так он выражается. Вон, кстати, крепость. Вон она, крепость. Тут локация есть с крепостью. Вон, кстати, ее ответвление на фоне. Ну, все это знают. Кто проходил шестую главу сюжета, понимает, о чем мы говорим. Мерзость. Ну, почему сразу мерзость? А, так у меня теневая энергия хорошо тебя отнимает. Ну-ка. Так. Ну, в таком случае я попытаюсь посражаться с ним вот в таком вот одеянии, раз моя теневая энергия что-то ему отнимает там. Да. Я думал, северяне это как степные бродяги, только лесные. Ну что ж, каждый может ошибиться. Помнишь сказку про Кагуна Тенеборца? Тот тоже древаром был. Ух ты. Вот видите, сколько полезной информации сразу нам прилетает с вами. Кагун-то был древаром. Вот вы это знали? А Кагуным был? Так. Давайте попробуем вот так. Мне кажется, будет достаточно интересный такой момент. Очень уже хочу забрать ту экипировку, которую нужно забрать. Я хочу уже надеть ее, чтобы побыть древаром. Мне кажется, это будет забавно. Так. Интересно, мои теневые атаки они будут выносить его сейчас или нет? Ну, мы сейчас проверим это. Так, смотри, моего урона нету, как обычно. Так, у меня, значит, костюм сейчас будет слабый. Но я его сейчас чисто теневушкой получается. Ага, я тебя понял. Я сейчас чисто теневухой попробую с ним расправиться. Так. Мне кажется, это будет безумно клево. Тихо. Не убивай. Тихо, 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 тихо. Блин. Ты напросился на это. И что-то там он по-грутински сказал. Я не понял. Что-то он там такое сказал. Надо отмотать и почитать будет. Очень медленно копится теневая. А я хочу попробовать его теневой снести. Он боится мою теневую. Это факт. Очень капец ее боится как. Ух, отлично. За две плюхи просто улетел. Слушай, классно. Теневые приемы, конечно, здесь выдают нормально. Сейчас нужно как-то во втором раунде ему тоже... Точнее, об него как-то надо теневую себе создать. Лес не преклонит колени. Не преклонит колени. Так, пригнись. Очень мало. Очень мало. Еще и... Он еще и оглушение мне поставил. Твою мать. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас мы не будем с ним церемониться. Просто возьмем то, что нам необходимо... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. И пойдем просто красиво разносить чувака. Смотри, какой классный он у меня. Так, все, поехали. Мне кажется, даже в этот костюм я сейчас буду от него пропускать неплохо. Это, конечно, не факт, но... Как бы, может и факт. Все может быть. Но его надо определенно пройти. У меня прям цель. Закончить его. Вот этого вот чувака сегодня. Этого Вира. Нам очень много устойчивости нужно дальше. Капец, как много. На все воли огня. Но нужно еще и с Маркусом разбираться. Ты что там стоишь, чувак? Ты подходи ко мне. А, он подождал. Какой ты хитрый. Так, окей. Так, у меня ноги нормально наносят. Окей, у меня... Вот этот костюм у меня более-менее сильный. Значит, мы побеждаем Вира. Без проблем. Не будем церемониться с ним. Не будем с ним церемониться. Его атаки в мое тело, наверное, все равно будут хороший урон проносить. Я, конечно, бы проверил это. Но вряд ли это будет уже тот урон, который был на простом доспехе. Давайте проверим. Что? Сейчас ударит молотком. Нет. Ничего он уже не делает. Огонь покарает легион. Все. Не будем тянуть резину на простых ребятах. Босс. Там есть босс. Третий босс. Вот он создаст нам определенный челлендж. Вновь. Так. Что там? Так. Ну да. Как обычно. Немножко уровня дается. Немножко монет. И давай. Шлемы. Черные сюрикены. Не густо. Не густо. Так. Диалог. Я не верю своим глазам. Вы победили этих амбалов. Вот бы и у меня были хорошие новости. Но нет. Сейчас скажут, меня опять посадили в тюрьму. Северяне уже попрятались по всему городу. А знаете, как они попали в крепость? Им кто-то открыл ворота. Среди нас предатели. Из твоих уст это вообще умора, а не новость. Кто старое помянет, тому глаз вон. Мы с Леди Вайсфальд все разузнали. Северян поддерживает кое-кто из знати. И из других каст. Даже ночные воины заодно с ними. А еще я услышал, что в тюрьме готовится побег. Видать, эти недоумки хотят задружиться с северянами. Семь бед, а ответ один. Огнепоклонники. А, огнепоклонником меня называли. Короче, в том бою. До этого. Ну, в который сейчас был. Долго же мы грелись в безопасности. Если бы только король был здесь. Ладно. С кого начнем, генерал? Теневой пропуск награда получен. Так, сейчас мы начнем обязательно, генерал. Сейчас мне только нужно что-то с устойчивостью делать. Потому что генерал пока начать ничего не может совершенно. Генерал сейчас в замешательстве. Что ему делать? Ведь стойкости-то нет совершенно. Так, значит. Я еще на подходе... Я еще на подходе к крепости заприметил ночных воинов. То ли они в засаде сидели, то ли у них там рандеву с северянами. Вот мы и явимся на это рандеву. И повыбиваем из предателей всю дурь. Наверняка они и с заключенными в сговоре. И вообще странно, что ночные войны в наших краях. Я думал, они уплыли вместе с королем еще тогда 20 лет назад. Так. Тающая броня, задержи ночных воинов. Защита противника повышена, но падает со временем. Тут надо устойчивость. И опять два квеста. Обрати внимание. Генерал, сэр. Знаете, кто возглавляет побег заключенных? Помните Рейнхарда, отреченного, которого еретики называют пророком? Так вот. Бессмертный не решились его убить. Я знаю это, потому что попал в тюрьму примерно в то же время. По ложному обвинению. Но это сейчас не важно. Если Рейнхард сбежит, можешь не объяснять. Мы не тупицы. Последнее, что нам сейчас нужно, это новое восстание отреченных. Улавливаете, да? Страну лихорадит. Все это не случайно. А последователи Рейнхарда еще на свободе. Лучше поскорее задержать его. Так, здесь снова два задания. Какого-то хуя случается у меня. Я не понимаю, в чем проблема, что происходит. Я не могу понять. Даже тут написано, что происходит. То есть, видите, в квесте написано, какого происходит здесь. Если сейчас я выполняю вот это задание, вот это пропадает. Правильно я понимаю? Если я выполняю это задание, пропадает это. Сука, если это случится, я расхуярю просто все тут. Потому что я не понимаю, зачем они делают вот так все. Зачем они делают смежные квесты. Если это не баг, то это очень тупая история. Если это не баг. Это пиздец тупо как. Так, ну хорошо. Давайте пооткрываем оставшиеся легендарные сундуки. Посмотрим, что там будет в устойчивости у меня. Да, ребят, ну пришло время как бы добить эти легендарные сундучеллы. Ничего не поделаешь. Как бы пришло их время. Пять сундуков у меня еще есть. Я могу при вас их прям вскрыть. Очень долго томились и ждали мира Маркуса. Но кто же знал, что в самой первой части мира даже еще не пройти. Я его даже не прошел до конца. И я уже проебал всю устойчивость. И все сундуки. Прикинь. Я уже все просрал. У меня уже нет сундуков. С эпиков вообще бесполезно что-либо доставать. Там просто падают вещи, которые у тебя уже есть. Мне бы редкие... Ой, мне бы простые вещи, которые открываются за синие сундуки. Мне сейчас очень много вот этих синих сундуков надо. Там потому что остались вещи, которых у меня нет. Я хорошо посмотрел в свои сеты вчера и обнаружил эту вот тему. Что простых вещей, которые не имеют теневых способностей, у меня еще нету некоторых. И это плохо. Так, ну что, последний сундук остается, как я понимаю. Так. Ну, смотри, устойчивость не дается совершенно. Я зря их все пооткрывал. Все это зря я пооткрывал. Стойкости здесь вообще просто нету. Так, ну а теперь мы можем уже забрать вот это все. Теперь у нас задания с вами официально открываются. Так, забирай награду. Окей. Как-то замедленно все забирается вообще в этой жизни. Так. Давай-давай-давай, еще забирай. Как долго, офигеть. Так, 4 рубина. Ну, 4 рубина это фигня. Давай попробуем, откроем. Вот с этих сундуков еще могут выпадать вещи, которые нужны для устойчивости. Простые которые вещи. Вот, видишь? Видишь, что творится? Вот такие вот вещи, вот такие. Сейчас это самый деликатес. Это самое приятное. Какие нахуй легендарки, когда у тебя простые вещи требуются тебе? Так, окей. Заходим в марафон. Забираем последнюю карту нашу. Северный марафон мы выполнили. Ура! Забираем финалочку нашу. 270. И заклинатель пламени. Новый предмет. Класс. Теперь у меня есть сет весь. Ну, не считая того, что металлочки нет. Ну, металлочка, я думаю, появится. Однажды. Итак, августовский марафон. Не понял. А разве задание сдать не надо? Его надо именно выполнить. Только потом будет засчитываться? Я думал, если я сейчас ключи соберу, очки тоже добавятся. Что-то запахло какой-то хуетой. Такой небритой. Это надо именно выполнять. Кошмар. О, 2500 устойчивости. Шикарно. Устойчивость. Ребята, шикардос. Класс. Так. 1300 до одиночной карты. Хоть бы ты была устойчивостью. Я прошу тебя. У меня, блядь, просто уже бзик. Я устойчивость хочу. Так, 80. Ой, безумно стало. Ёп твою мать. Так, хорошо. Шикардос. Значит, сейчас мы что можем? Сянзигунь надеть на себя. Получить люлей в костюме. И Сянзигунь все нам сделает. Если сейчас я выполню один квест и что-то пропадет, я вас уебу. Понятно вам? Не, ну давай, заключенных мы видели, но кто-то может быть. Давай ночные войны, давай с ними сразимся. Посмотрим. Посмотрим, что получится. Заодно диалог прочтем. Посмотрим, что там получится. Мы сейчас специально проиграем и зайдем во второй квест, который типа для чего-то включен. Бак это или нет, непонятно. Граф Теодор. Ой, а с тобой я знаком. Ты был. Ты в ивенте был. Теодора мы знаем. Ой, хорош. Так, сейчас я посмотрю, Сянзигунь хороший урон наносит или нет ему? Теодору этому. Нет, никакой он не наносит урон. Совершенно. Так, все потому что доспех. Паршивый доспех у меня. Так, ну ничего, сейчас мы диалог зато прочтем. И во втором задании тоже прочтем, а то вдруг второе задание исчезнет, а мы будем потом с тобой не понимать, что происходит. Получается, я упускаю часть диалогов, что ли? Ёб твою мать. Так нельзя же. Так нельзя. Поражение. Не, ну, теоретически они же оба эти задания должны выполняться. Что это за... Что это за параша такая? Я в детстве был уверен, что если с них шлем сбить, там внутри ничего нет. Окей, давай зайдем сюда. Ну, я надеюсь, эти задания вместе выполняются, как бы. Типа, одно я выполню, и следом следующее. У меня ощущение, что одно из них пропадет сейчас. Я только закончу, и оно пропадет. Рейнхард. Ух ты, грязный какой, а. Так. Так, ну здесь... Рейнхард? Это девушка какая-то переоделась в Рейнхарда, блядь. Предательница. Это предательница. Слушайте, давайте вот этот квест выполним. Узнаем заодно, что за херомантия с ней там творится. Выполним этот квест. Узнаем, почему на месте Рейнхарда вот эта женщина оказалась. Она переоделась в него. Возомнила себя им. Вот этот квест мне более интересней. Просто я боюсь, что тот может пропасть. А этот квест мне... Ну, блин. Вызывает интерес, скажем так. Давай, добивай. Добивай, чтобы я красиво пришел и посмотрел, что происходит вообще. Сейчас глянем диалог. Ты извини, я просто тут... Чтоб горлышко не сохло. Пью, 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 пью. Очень жарко. Рейнхард будто женским голосом кричал. Пес. Я в тюрьме тоже постоянно простужался. Так, да это... Не женский голос, чувак. Это конкретная женщина просто переоделась в Рейнхарда. И все. Сейчас мы зайдем туда. Вот так с Сензигунью. Ой, подожди. А я смогу вообще вытащить? Вытащить я смогу эту катку? Тапджой, пошел нахуй. Прошу тебя. Я смогу? Вот в этом. Сколько там сил требуется? Да как бы должно. Давай попробуем. Нет, нет, нет. Мне не сюда надо было. Мне вообще не сюда. Мне к Рейнхарду. Я не туда нажал. Прости, чувачок. Мне к Рейнхарду надо. Интересно, а если квест останется, у меня устойчивость... Устойчивость на следующий квест поднимется? Получается, да? То есть сейчас требуется сколько? 80, сколько? 84 требуется? А когда я пройду этот квест, будет 90 требуется, что ли? Ладно. Давайте разберемся с Рейнхардом. Не дай бог, сейчас ночной войн пропадет. Если граф Теодора пропадет, блин, это будет нечестно со стороны Неки. Совершенно. Рейнхард? Еще и вопрос. У него имя такое. Рейнхард? В бою прям, блядь, вопрос у него. Я не понял. А, тут, наверное, тоже теневые будут только отнимать. Да, нормально. Так, оглушение. Вот это плохо. Так, она мне в голову. Ух, нихера себе! Так. Отлично, перк сработал. С ядовитой кожицей. Так, значит, мы сейчас теневой попробуем ее загасить. Кто бы она ни была. Теневая должна хороший урон, видимо, наносить туда. Окей. Так. Да ладно, блядь. Ну, это все. Хорош. Так. Костюмчик для нее слаб. Если она по нему бьет, если она меня кидает в пол, у меня отнимается сильно здоровье. Все так же с затеневухой, короче. Как я сейчас ножом промахнулся, я не понял. А, главный тюремщик. Ух ты, я разберусь, уходи. А ты-то откуда здесь? А ты-то здесь откуда? Главный тюремщик. Ты сколько можешь появляться вообще в моей жизни? А что, бабуля тоже тут будет? Макс Келобит ее бабуля называет. Тут есть, короче, противник один. Там надзиратель какой-то. Это бабуля. Главная бабушка тюрьмы. У него даже в паспорте написано главная бабуля тюрьмы. Так, ну мне кажется, мы... Ой, бля, просто я лучший. Нет, чувак. Ты обычный. Кстати, мой сперк на ядовитую кожу не работает там, что ли, или что? Змея не появляется, видишь? Один раз сфартанула. Фартопопость какая-то была, а сейчас ее нет. Так, вон отравление появилось. Так, ну я думаю, на следующий, на третий раунд мы оставляем сейчас этот весь момент. Потому что вряд ли я его сейчас одолею. Хотя. Очень даже, почему нет? Отлично. И брейкдэнс. Давай, 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 добивай. Отлично, смотри, прям в шлемак ногой засадил. Именно прям в конце, знаешь, так буквально... Не знаю, указательный... Как, указательный палец на ноге, да? Как это правильно называется? Второй палец. Второй и первый палец. Ступни. Просто по шлему попали, и он сдох. Отлично. Продолжить. Серебряный шквал. Ой, как хорошо! Парные мечики выпали. Слушай, шикарно. Еще и с устойчивостью. Вот это, вот это уже мне нравится. Вот, вот это мы поговорили. Что здесь творится? Главный тюремщик и на стороне Эрнхарда? Я же говорил. Мы упустили его. Черт. Мы еще можем успеть на перехват? Ночные войны у города. Возможно, они его ждут. А, то есть мы... А, фух, отлично. Квест этот сохранился. Все нормально. Ура. Только теперь требуется 89к. Но диалог мы уже с вами прочекали и узнали. Все это манит. Оно дает устойчивость. Оно все манит. Хочется. Безумно это все хочется пройти. Пока я не представляю, что нам делать. Как нам добивать главу. Но добивать ее надо. Так, одиночная карта. Ты устойчивость? Будь устойчивостью. Отлично. Это устойчивость, ребята. Это меч паладина. Маладина. Простите, пожалуйста. У меня просто радость. И одновременно я бомблю. Так. Бомблю из-за того, что хочется закончить главу. Успеть мир Маркуса пройти. Видишь, две награды вот эти хочется забрать. Два боя буквально остается. Видишь? А забрать награды хочется. Плюс августовский марафон. Ой, 750 это очень сложно. Очень сложно добраться до этих показателей. Блин. Так, давайте зайдем сюда. Посмотрим, что у нас в магазине с тобой. В магазине у нас с тобой... Все плохо, да? Ну-ка давай обновим, посмотрим. 590 стоит. 150 устойчивости. А если я ее куплю? Она станет частью сета, ну, собранного или нет? Мне просто это очень интересно вдруг стало. Мне кажется, нифига. Ну да, нифига. Тут еще и посоха не хватает. Ты знаешь, много чего не хватает. Реально много чего не хватает. А вот в простых вещах вообще, вот видишь, бумерангов не хватает. Сяньзы, вот этих кимоно ученика не хватает. Вот этого не хватает. Ты же видишь, сколько не хватает? Это по-своему как-то печально. По одной вещичке не хватает, а устойчивости как бы и нет. Так, ладно. Не знаю, успеваем ли мы марафон мира Маркуса конкретно закрыть, но последние два боя, но нас просто в них физически не пустят, потому что у нас стойкости вообще нет. Буду что-то придумывать, смотреть. Да, открываю до конца все оранжевые сундуки. Не знаю, что будет, как будет. Не представляю. Увидимся, когда увидимся. Всем спасибо за просмотр. Осталось буквально нам два боя, и хочется следующую серию по этой части сделать финальную. Посмотрим. Все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok